Своё летоисчисление и свой Новый Год. Через неделю, 22 марта, по летоисчислению народа Мари наступает Новый Год. Год Чёрного Медведя сменит Год Сороки. Есть ли в национальном календаре понятие високосного года? И что принесёт жителям республики хозяин года – Чёрный Медведь? Мы постарались это выяснить. Учитывая символику и значение ежегодных образов, а их в календаре Мари-32 – это олень, волк, паук, верблюд и так далее, 2011-й, как Год Сороки, был временем помощи, быстроты и сноровки, наступивший для большинства. Для Мари 2012-й год начнётся 22 марта. На смену птице придёт Чёрный Медведь. У Марицев нет такого термина високосный год. Это влияние соседних народов. 2012-й год по Марискому календарю – Год Чёрного Медведя. По словам марийских карт, год будет нелёгким, требует терпения. Насколько символ года повлияет на общее настроение людей в Мариел, сказать сложно. По определению, Чёрный Медведь должен принести людям силу, логику и в то же время сомнения. В 2012-м, как предрекают марийские карты, придётся много работать. Год будет полон на события. В 16-17-е годы, когда господствовал Год Чёрного Медведя, период был нелёгким, бушевала революция. А 1980-й год – это тоже период Год Чёрного Медведя. Афганистан воевал с СССР, а в Москве проходила Олимпиада. Как ни странно, эмблемой был Чёрный Медведь. До свидания, до новых встреч! Новый 2012-й год в общепринятом понятии стал Годом Дракона, да к тому же и Високосным Годом. По статистике отдела ЗАГС, желающих зарегистрироваться не стало меньше. А Дракон, как символ Востока, прижился в России. На что марийские карты говорят? К чему Дракон, когда рядом есть свои символы, к примеру, медведь? Тем более, по их предположению, символика марийского календаря есть не что иное, как опыт предков. Чтобы Год Чёрного Медведя был удачным для жителей Мариэл, карты советуют быть как медведь сильными, мощными духом и работоспособными. Хотя, согласитесь, с такой мотивацией трудно остаться не у дел.